Беспилотный летательный аппарат Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 метрах от государственной границы. Дрон производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничные инфраструктуры. Накануне, в ходе проведения оперативных мероприятий, выявлен тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. В двух пластиковых контейнерах общий вес 2 килограмма находится пластичное взрывчатое вещество светло-желтого цвета, замаскировано оранжевым порошком сверху. В третьем контейнере находилось два исполнительных устройства в виде взрывателя ВЗД-6Ч из запалов к нему и приемной платы и электродетонаторов к нему. Также находилось пять купюр по 100 долларов США и упакована в черном пакете. Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского погранотряда Госпогранслужбы Украины подразделений так называемого Русского добровольческого корпуса. Зафиксированы рекогностировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом государственной границы Республики Беларусь. Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. В коалиции западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает нашим границам войска во вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника. У них куча проблем на фронте, но они все равно, несмотря на вот эти потери на фронте, на эти проблемы, с которыми они столкнулись, они почему-то сюда стягивают технику вооружения, подтягивают подразделения, точные подразделения сил специальных операций, которые, соответственно, проводят определенный комплекс мероприятий. При этом пытаются показать тем, что они готовятся якобы защищаться. Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка для того, чтобы в дальнейшем через эти минно-взрывные заграждения, через вот эти проходы, проделанные в них, была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, для того, чтобы здесь, на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты. Кроме того, мы знаем о том, что в СУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию. Подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы по прикрытию государственной границы. Имеют задачу вести поисковые действия в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника, блокировать и уничтожить их. Кроме этого, военнослужащие несут службу на блок постах, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению и при необходимости в районы засадных действий на назначенные рубежи. Военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач. Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделение сил специальных операций сделает все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь. Отмечаются постоянные нарушения государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения, но при этом могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия. Необходимо учитывать, что подразделения вооруженных сил Украины, находящиеся на прикраничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве с улики Беларусь дополнительно нарушены силы и средства разведки, а именно выведены подвижные маловысотные релокационные группы радиотехнических войск, нарушена система постов визуального наблюдения, дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь. В кровоточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей, авиации, задачи патрулирования государственной границы, введения разведки, а также реагирования на всевозможные возникающие задачи. Действия об обеспечении безопасности в воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета Республики Беларусь. Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь в нашу страну вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты территорий и населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве. Украинский дрон-разведчик, тайник со взрывчаткой. Тяжелая военная техника, спецподразделения и вооруженные группировки. Все это на границе с Беларусью со стороны Украины. Мы все это видим, фиксируем, реагируем. Потому и постоянное учение, потому и усиление на границе. На границе с Беларусью со стороны Украины. Виновен, готов.